Репортаж Дождя Вы привыкли видеть меня такой А теперь смотрите Не ожидали? Я сама не ожидала Месяц назад случилась история Я надела мешковато-черный куховик И буквально оказалась в шкуре мигранта Меня выгнали из банка В кафе сунули остатки еды Таксист накричал на меня И все это в один день Моя мама мыла дома богатых людей Моя мама торговала майки в метро На черкизовском рынке Она не стесняется этого Она спокойно об этом рассказывает Это была часть ее пути А это Манижа Она едет представлять нас на Евровидении И ее уже обвинили в том, что она нас не представляет Пусть не забудет гастарбайтерскую спецовку напялить Гребаный стыд Таджичка поет о русской женщине Какое отношение она имеет к русским Бездарно и оскорбительно для меня Русской женщины Манижа Таджичка, которая в детстве приехала в Россию Я казашка, которая здесь родилась и выросла И я знаю, что расизм и ксенофобия Гораздо ближе, чем вы думаете Пойдемте расскажу Мир мигрантов буквально находится на расстоянии вытянутой руки И я могу оказаться в этом параллельном мире Узнать, как он живет Попасть в курьеры очень просто Это северо-восток Москвы, метро Бутырская Офис на первом этаже обычной хрущевки Выглядит куда скромнее, чем головной офис Яндекса Оформление занимает около часа Вот вы видели когда-нибудь надпись? Курьер уже мчит к вам Вот как он это сделал Так, у меня уже минус три минуты Я опаздываю на три минуты А идти еще минут пять Я успеваю Заказ нужно доставить в 12.05 А сейчас в 12.01 Спасибо, Евгения Отвела с домофона Ну что же, я доставила свой первый заказ Девушка была вежливая Правда, чем она не оставила Продолжение следует... Спасибо Почему нельзя одеться? Ну, хотя бы шорты Ну, почему в трусах уходят Человек в курьерах Не помню Друзья, случилось страшное Это не оттепель Это то, что поступил заказ В трех километрах от той точки, где я нахожусь Добраться туда нужно за 25 минут А потом отнести этот заказ То есть еще пройти пару километров И за все это я получу, если не опоздаю 115 рублей Это полная шесть Сейчас у меня есть и водой, а Катя Спасибо Принус шесть минут То есть я уже опоздала на шесть минут Как здесь я должна пройти? Вот как? Посмотрите, вот как здесь идти? Ну что, друзья Вот и ресторан Джек Джеки Я опоздала на 17 минут Я сейчас нахожусь на Завеловской Заказ приходит на Динамо Я не представляю, как можно добраться пешком Потому что доставщикам Яндекс.Еды не выдают велосипеды И вот я сейчас отказалась Мне кажется, что придет штраф Проверим вечером Потребитель на тебя смотрит, как на тележку с продуктами Чаевы не нужны, а деться не приходит в голову Работодатель требует преодолевать большие расстояния За ограниченное время и в холод Из плюсов начинаешь чувствовать себя частью группы С тобой другие Желтые и зеленые человечки Мы общаемся в перерывах между заказами Главная тема обсуждения – дискриминация Я люблю Узбекистан Я люблю Таджикистан А вы все в Москве-то сидите Чурки Угрожает иногда Вы сам Вы хорошие люди Выгнали все русские И сюда пришел бы сам работать Здесь Но претензии к понаехавшим – классика жанра Тренд зимы – кафе, который не пускают на порог Они вообще-то начали выгонять вместе с сумками Если нет заказа, просто так сидеть нельзя Я сказал, почему такая холода? Как можно стоять на улице? Ладно, это лето было бы Можно стоять, ходить на улице А здесь уже холодно Основная проблема с Макдональдсами Работниками Макдональдса Но их тоже можно понять Над ними стоит руководство Менеджеры, директора Супервайзера Им говорят, что делать, что не делать И они вынуждены выполнять Вот я видела ролик Можно показать? У меня в телефоне просто есть ролик Как девушка-блогер обливает мигранта кофе Я не знаю, вы видели, нет? Да-да-да, видел Как можно прокомментировать? Есть нормальные люди, нормальные клиенты Но есть быдло такое Но давайте пойдем с вами дальше В мир мигрантов Который сформировался не от хорошей жизни Возле каждого метро Есть альтернатива Макдональдсу Откуда выгоняют? Это чайхана Оазис для уставшего путника С желтой или зеленой сумкой Отсюда точно не выгонят земляка Не станут попрекать Куском заработанного хлеба Действительно, больше, чем Макдональдс наш, узбекский Вот это азиатская кухня Здесь удобно, во-первых И здесь увидим своих знакомых Это часто бывает такой пункт Куда люди могут прийти пожаловаться Ну вот буквально приемное Где люди приходят со своей проблемой Они могут посоветоваться Почти любой кафе Любое общественное питание Где связано с узбеками, таджиками Они приходят чайхане Рассказывают Иногда они обсуждают Я в краю фонус лучше Иногда встаю, спрашиваю Потом они говорят Я рассказываю им Что они имеют право тоже Как люди могут обжаловать Они говорят Ой, помогите нам И я им советую Телефоны свои даю Они звонят Они рассказывают Вот сейчас очень хорошо Эти кафе Где-то что-то случается Они обязательно Связаны все это кафе И передают И информацию И мы во время реагируем Бахром Хамруев Известный правозащитник Помогает не бесплатно Но гораздо дешевле Московских юристов Но вовремя Они свои зарплаты не получают Из-за коронавируса Из-за коронавирусных ситуаций Сейчас очень худше становится Любой иммигрант Мы не заметили Как мигранты построили целый мир Вот клиника только для своих Тут на них никто не посмотрит свысока Бывают мигранты Которые на стройке работают Иногда получается Травмы получают Либо хирургическое части Которые в глаз что-то попадают Например При работе с болгаркой Очень много таких пациентов Тоже удаление стружки Прием любого специалиста Всего 700 рублей Но это даже не больница А центр гуманитарной помощи Примут в грязной строительной форме В случае беды бесплатно То есть если например пришел человек Он допустим не может заплатить Ситуация экстренная Ему может посольство помочь Вы это имеете в виду Не посольство Мы сами в состоянии Им конечно наступить Ну а как А если у него денег нет Ну денег нет Помочь не надо Но самое главное Для граждан Это самое доступное Это для общения Пациентам и врачам Чтобы было им Хорошее общение Вы имеете в виду На своем языке Что может объяснить Где болит Да Удобно будет Но некоторые были Пациенты приходили Русские клиники Они не так Государственные А частные клиники Приходили Там им объяснить Вот эта ситуация Им сложновато было Поэтому сюда приходится С удовольствием Спокойно объяснять Свои вот это Где болит Незнание языка Серьезный барьер Для мигрантов Взрослые Редко учат русский язык На это нет ни денег Ни времени Обычно сюда В школу Белим Приводят детей К сожалению Даже они С молодых ногтей Усваивают Что такое ксенофобия Вот ребенок У нас отучился Мы считаем Что он готов Ребенка отправляем В школу Через портал Съявление отправляем А потом выясняется Что школа отказывает Мы сначала Сами не звоним Мы хотим Чтобы родители Тоже учились Чтобы они Сами могли Решать проблемы Потому что Если они Сами решают Они могут И других Учить А если не получается Мы звоним В школу Почему На каком основании И спокойно Обсуждаем Интересно Ребенок на самом деле Готов Вы же не просто Так Ну то есть Вы же не просто Так ему даете Этот пропуск В жизнь Но первой Реакции нет Первой реакции нет Потому что Опять же Система Система такая Ребенок в играт Он будет тянуть Рейтинг Вниз Школы Потому что Опять же Они сдают ВПР Они сдают ОГЭ Мы Через это Эти средства Через инструменты Это орудие Для того чтобы Общаться со школой Как орудие Это средство Я бы сказал Мы говорим Дайте любой вариант ВПР Ребенку Он решит Лучше Чем средний балл В вашей школе В реальности Есть такие случаи Есть прям крайности К нам приходили Крайности были То что видят Иностранный класс Кидает Там на пол Допустим Такие случаи А учиться Где-нибудь Не пытались Там курсы Бесплатные Еще что-то Для времени Нет Это Основное У меня сейчас 26 лет Кто будет брать Еще у меня Девятикласс В ВАЗ Ну еще Образование Это платное Сейчас все дорого В данное время Надо работать За это Везвухадная работа Я сам Холостой Жениться И домой Отправить Туда-сюда Но За это Пока Везвухадная А сколько При этом удается Накопить И отправить Маме Вы сказали Что у вас Мама дома Например Месяц Десять тысяч Где-то Три-четыре тысяч Примерно А если Например Двадцать Или тридцать Тысяч Тридцать тысяч Если Буду Тогда Десять Или пятнадцать Если Тридцать тысяч Зарабатываете То примерно Половину Вы отправляете Да Остальные квартиры Свой расход Без лимита И покушать А вот вы Все время говорите Что вы холостой Холостой У вас какие-то Большие планы На свадьбу Вы копите На свадьбу Да Думаешь По-любому Что жениться За это Основной За свадьбу Как надо Заработать Как надо Побольше Деньги Собрать Потом Свадьба Но По-любому Как Холостой Думаешь Жениться За это А вы Семьей Думаете Мечтаете В Москве Жить Или там На родине Если Будет Хорошо У нас Скоро Недавно Был Парламентский Выбор И президентский Выбор Если Будет Хорошо Ну Тогда Я пойду Буду Там Жить Если Не очень Будет Если Такой Дальше Ну Не могу Сказать Вы за политикой За политическими Новостями Следите Получается Ну Я некоторым Политическим Я Активист Вы Политактивист Да Одну Партию Не скажу Одну Партию Активист Летом Бек Вместе С еще Несколькими Мигрантами Выходил На митинг Летом Выходили Забастовку Объявляли Забастовку Так как Уже У курьеров Все накипело Уже Более Терпеть Сил Ни у кого Не было В основном Это стало Ну В основном Проблема была Система штрафов То есть Курьеры Работали С утра До вечера И 30% Заработной Платы У них Учитывали Методами Штрафов Почему-то Удалось Добиться Чтобы Не снимали В виде штрафа 30% И Принятие Заказа С чужой зоны Был штраф Если не ошибаюсь 300 рублей То есть Выполнение заказа Это 120 рублей А непринятие заказа Это было 300 рублей Вторую очередь То что Не выдают Зимную форму Курьерам Из-за Из-за Отсутствия Того же Формы Штрафуют Курьеру А да Ничего себе Да 5 тысяч рублей На 5 тысяч рублей Да Если Курьер Без куртки А куртку Сами Не выдают К примеру Есть Вот Ну Есть Такая форма Чаевые Да Вот Электронные Чаевые Эти Чаевые Могут Получать Только Граждане России Через Платежную Систему ВКП То есть Они Продвигают Именно Вот Эту Свою Систему Получают Чаевые Только Граждане России А граждане Других Республик Других Стран Особенно Мигранты Не могут Их Получить А можете Показать Как Вы Срассчитывали Конкретный Пример Выполнены 13 заказов Пройдены 13 километров Фактическая Длина Слота 18 часов 48 минут То есть Вы работали 18 часов Запланированная Для нас 20 часов Человек Работал 20 часов Планировал Планировал Выйти Да Отработал 18 часов 48 минут Ну Почти 19 часов Итого За 18 часов Человек Заработал Ну Грубо говоря Сейчас 1815 рублей Мы находимся У офиса Компании Mail.ru Куда Входят Деливери Я собираюсь Встретиться С топ-менеджментом Этой организации И задать Наболевшие Вопросы От моих Новых Друзей Курьеров Их К сожалению В высокие Кабинеты Не пускают А вот Со мной Поговорить Согласились Я иду Навстречу Гюванчу Донмезу Руководителю Деливери Чаевые Перечисляются Только Гражданам России Так ли Это на самом Деле Или Этот вопрос Уже Решен Этот вопрос Решается Проблема Связана Только С нашими Техническими Возможностями Чаевые Будут Доступны Все В прошлом Гюванч Был Директором Сети Домино Спица В России Турок По происхождению Известен тем Что и сам Время от времени Переодевается Курьером Гюванч гордится В форме Доставщика Родная мама Не распознает В нем Топменеджера Это помогает Выявлять Ошибки Сервиса Вы Как и я Если Переодеваетесь В форму Доставщика Еды То совершенно Сливаетесь С ними Я знаю Что вы Это делали Не один раз Расскажите О своем Опыте И о своих Ощущениях Конечно Когда я работал Курьером Я работал Не систематически Но все же Это было Достаточное Количество Рабочих Часов В первую очередь Трудно было Быть курьером На велосипеде Зимой А в октябре Было удобно В один из дней Я доставлял Я доставлял еду Из магнита И это было Слишком тяжело Даже для меня Заказ весил Больше 15 килограммов Плюс мне необходимо Было пройти Около полутора километров Я понял Что многие Мои коллеги Курьеры Сталкиваются С этой проблемой Теперь заказы Превышающие 15 килограмм Доставляют водители Такси Как-то я забирал заказ На 30 минут позже Не по своей вине А потому что Этот ресторан Слишком любит клиента Кухня была перегружена И я долго ждал Это значит Что клиент пострадал Опыт внедрения Позволяет понять Что нужно Изменить или улучшить В данном случае Как быть с ресторанами Если они долго готовят Насколько я знаю По словам курьеров Большие штрафы Если ты опаздываешь То ты чуть ли не отдаешь Все заработанное Как с этим быть? Мы ждем от курьеров Что они будут Соответствовать стандартам Ведь по другую сторону Клиенты Которые ждут заказов Конечно Забота о сотрудниках Это важно Но нам необходимо Соблюдение дисциплины Курьеры должны Выходить в смену За планированное время И кстати Тут у них полная свобода Они сами решают Когда им начинать Свой рабочий день Вы поймите нас Если сотрудник опоздает Или вообще не придет То какой-то из городских районов Останется без курьеров Случается Что курьер не донес заказ И мы всегда разбираемся А что же произошло? Если это форс-мажор То мы берем на себя расходы В такой ситуации Мы дважды платим курьеру Мы тоже учимся Вот вам пример Летом шесть наших партнеров Не заплатили курьерам Заработную плату Тогда мы нанимали их Через посредников Несмотря на то Что мы перевели деньги И мы еще раз заплатили На этот раз Напрямую курьеру Нет, это произошло до митингов Нет, это произошло до митингов Но мы учимся, понимаете И именно тогда мы решили Нанимать курьеров Как самозанятых А не через посредников Это распространенная практика Для Штатов и для Европы С какими проблемами Вы столкнулись Выводя курьеров Из серой зоны Не секрет, что Большинство мигрантов В России Находились Вне правового поля Послушайте, мы все-таки Айти-платформа Они работодатели В классическом понимании Но мы решили, что Хотим прозрачности Отношений И сейчас курьеры работают Как самозанятые Они напрямую получают Свою заработную плату Это происходит На регулярной основе Они сразу не берут Когда клиент Будет звонить Сразу берут Добрый вечер Компания Деливерик Класс Меня зовут Класс Чем могу вам помочь? Здравствуйте Подскажите, пожалуйста Я курьер Меня, мои смены Сократили Почему? Я не могу Об этом узнать Сейчас посмотрим Сегодняшнюю смену Да, не этот номер Другой номер Я вам скажу Я был все онлайн Каждые пять минут Смотрел Приложено Зашел Активно Почему сократили Не знаю А так заказы Мало Вечером Уже второй день Мало заказ За этого Или как? Что, минималку не оплатили Или как? Я не знаю Почему вам Закрыли смены Значит Из-за геолокации Но сейчас Причины Нету Никакой Она появится Только завтра Сейчас я ничего Не могу узнать Почему? Так нельзя же Я на работу Если Если вам Закрыли смены Значит Это не просто Так Из-за чего Какие Все хорошие А как могут Быть прийти Насколько Оцените качество Работы специалиста Нажав От одного Где один Очень плохо Отлично Оцените качество Работы специалиста Нажав Спасибо За вашу Отсанку И все-таки Деливери Это бизнес А проблемы Мигранта Десятилетиями Не решает государство Вклад мигрантов В ВВП России Превышает 7% Оценка Ведомостей По методике МГУ И Международной Организации труда Для сравнения Все сельское хозяйство Охота и рыболовство В России 4,4% При этом Переводы мигрантов На родину Составляют До 35% ВВП Таджикистана До 30% ВВП Кыргызстана До 15% ВВП Узбекистана За право трудиться Граждане Узбекистана И Таджикистана Платят по 5300 рублей В месяц Это цена патента В 2018 году От работающих По патентам Иностранцев В бюджет Поступили 57 миллиардов рублей Проблема мигрантов Это ответственность Генерала-лейтенанта Казаковой Начальника Главного управления МВД По вопросам миграции Здравствуйте Валентина Львовна Ну в первую очередь Я конечно хотела бы Поприветствовать Всех наших слушателей И зрителей Спасибо Валентина Львовна Что не ответили На запрос журналистов Телеканала Душ Но мы не очень-то и расстроились Потому что в каждом Своем интервью Вы говорите Примерно одно и то же Так что общаться с вами Все равно Что с телевизором В настоящее время Созданы все условия Для того Чтобы легально Находиться на территории Российской Федерации И соответственно Легально работать Положим Как вы говорите Созданы все условия Кстати Не бесплатно Мигрант Российскому государству За право на труд Ежемесячно платит 5 тысяч рублей Так может ли он Рассчитывать Чтобы российское государство Защищало его права Самыми уязвимыми Оказались те мигранты Которые Не оформляли Свои трудовые отношения Именно письменным Трудовым договором Мало оформить патент Необходимо Чтобы с работодателем Был и заключен Трудовой договор То есть В этом проблема Серьезна В том Что мигрант Не знающий русского языка Не подписывает Трудовой договор С работодателем Можно ли было За все эти годы Создать курсы Русского языка На деньги же Мигранта Которые он сам платит Как мы уже Обсудили выше Но ничего Не было сделано Государство Просто Забирает деньги Но вы Валентина Львовна Не отвечаете На запросы журналистов Что уж говорить О мигрантах Обязанность государства Это обязанность Обязанность государства Обязанность Одного человека Это Совершенно Это эффект Другой Даже Какой-то Даже политическая Какая-то партия И то не может Столк и помочь Да Какой-то Конечно Механизм Защиты Нет у мигрантов Никакого Вообще Это Систему Механизм Вот это Из Средназии Поступление Трудовые мигранты Сюда приезжает Это Специально Инициировали Рабский Труд Вот здесь По идеалам Мой родственник Земляки Общий пиатр Живем здесь Здесь По идеалам Карбоз Механизм Каргал Механизм Механизм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бить значит любить Или ходить направо-налево, там любовница То-сё, нет такого, да? Или приходить пьяным, а потом уже Избивать там, или дети были голодными Нет такого у нас Но я не говорю сто процент, что Мусульмане Идеальнее, да? Но бывает, у нас тоже есть таких, которые тоже иногда Пьют, там ходят Но до такой степени Нет у нас, чтобы Избивали, ругали Там просто так, там, или Издевались Ну вот у нас сосед наверху Мать с синем живет Син где-то Ну уже больше 20 лет Он постоянно бьет свою маму Постоянно бьет Я уже сколько раз поднималась Я хотел его избить За то, что руку поднимает на матери Но мат еще защищает его А ваши родители как отреагировали? Никак У меня нет родителей Я детдомовская, поэтому я сама по себе У меня как бы есть сестра старшая Но я с ней не очень общаюсь Она штыки восприняла С мамой я тоже так себе общаюсь Она тоже штыки восприняла Мне все равно кто-то Не любили Не любят ни русских Поэтому не хотели, чтобы она вышла За меня Ну Есть же нацисты Вот ты одеваешь сатер Ты ходишь это Ты общаешься с нерусскими Ты хочешь замуж выйти за нерусского Ну все Вот эта тема Кем вы сейчас работаете? Занимаюсь ремонтом квартиры Сам на себе работаю Хочу выходной беру Хочу без выходных работаю Никакое начальство Сам на себе Полностью ремонт квартиры под ключ делаю Евро, косметика, там без разницы Любой ремонт Будем знать Кому обращаться Ясно А жена домохозяйка, да, Даша? Да Выйдя замуж за мигранта Даша столкнулась со всеми тяготами жизни Саида Периодически у мужа Вымогает взятки полиция Грозя депортации Но это не так страшно Как мнимая Или реальная борьба с терроризмом Из-за дела много нас мучили Вот именно ее Почему бы она приняла ислам? А, полиция? Да, из уголовного розыска там приходили Почти пять лет они приходили Почему, 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 почему Она прямо говорит, что я влюбилась Хотел создать семью Приняла ислам Не верят, не Они сначала поверили Потом перестали Где-то год не приходили А после года Они начали уже почти каждые 2-3 месяца приходить Участковые отдельные Из уголовного розыска отдельные А потом из управления приходили уже И тоже из уголовного розыска Там какой-то майор Последний раз перед Новым годом В том году Ежегодно в Россию приезжают на заработки Больше 6 миллионов мигрантов Это огромная цифра Сравнимая со всем населением Кыргызстана По оценке ведомостей Около 2 миллионов мигрантов Могут находиться в так называемой серой зоне Мне пишет гражданин Таджикстана Приехал с женой здесь Они несколько человек снимают квартиру Работают он поваром Официально Все правильно делает И вдруг утром приехали Несколько 20 Больше 20 человек С собаками И в масках Все ворвались в квартире В 4 часа утра Ну ворвался в 4 утра ОМОН Да ОМОН Зашли Забрали Группа захвата Да, захватили Ну я естественно Параллельно искал этих мигрантов Суба Мне же важно Я знаю Больше всего Иногда подставляю Ну на них Все спишут Все грехи Иногда Этих мигрантов я искал Оказывается Они находятся В Лубянке Сейчас А какое уголовное дело? А Когда нужно Очень удобно Сейчас будет объявить Какой-нибудь экстремист Или террорист А почему вы уверены Что они невиновны? Вот объясните мне Они невиновны Я их не обвиняю Никогда Не буду Говорить Чтобы они Виновны Потому что Они приехали сюда В первую очередь Работать Семья Я же много Хожу в их середине Я вижу же Они как живут О чем они мыслят О чем они мечтают Согласно порталу Правовой статистики Генпрокуратуры В 2019 году В Москве Мигранта совершили Около 4% Преступлений По России Цифра ниже Не превышает 2% Распространенное мнение О том Что мигранты Совершают Большинство Преступлений В России Миф Это спектакль Не формат В центре Мирхольда Здесь играют Мигранты Киргиз, узбечка, армянин Бухарская еврейка Осмысляют Еще недавно Мы были одной империей Нас объединяет Общее прошлое Но когда И в какой момент Братья Стали чужаками А ты как Тебя чувствуешь? Стоп Ты разговариваешь На русском языке Ты человек Европейской культуры У тебя Папа Киргиз Работаешь Ты в Алма-Ате Мама У тебя Успейщика А ты кто? Понимаешь Когда я ищу В Средней Азии Я когда Безотчетно Чувствовал себя Русским человеком Нет Часто я конечно Понимаю Что Русскоязычным Но вот тогда В своем школьном детстве Я чувствовал себя Именно русским Это потом Когда я уже В Москву Приехал В 97-м И началась Эта тема В моей жизни Там Чернозорг И понаехали Это все Я такой подумал Так ребята Если вот это значит Русско Извините Здесь говорят О простых истинах Дискриминация Недопустима Расизм Недопустим Но это театр А не широкая аудитория Его влияние Ограничивается Пределами Зрительного зала А вы были на этом спектакле Про мигрантов? Нет Нет Собираетесь пойти? Нет Понятно А на мной работаете В театре? Я три Десять лет Десять лет уже? Ну чего Собирает А вот итог эксперимента Я почти ничего не заработала Из 413 рублей Которые мне были положены Достались только 45 Больше 300 рублей составили штрафы Но максимум Который я могла бы получить Всего 800 рублей За 8 часов Если вычесть проезд На общественном транспорте И обед То почти ничего не остается Неудивительно Что мигранты берут Двойные смены Там В мире мигрантов Находиться Совсем не хочется Нужно быстро бегать Ждать заказа на морозе И вообще еще не факт Что тебе в конце дня заплатят К тому же Практически никто Не оставляет чаевые Куда приятнее Естественно Находиться здесь В родном Уютном Красивом офисе И совсем не хочется Думать о том Как там эти мигранты Работают Живут в своих Резиновых квартирах И ели ли они Сами Сегодня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова